Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью. С вами Мария Шматкова. Сегодня мы встретились с Евгением Плотниковым, директором Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Совсем недавно ваш парк удостоился высокого звания лучший парк Подмосковья. Евгений, хотелось бы, чтобы сегодня вы не только рассказали, как вам удалось достичь такой высоты, такой вершины, но и в целом поговорили о развитии парка. Поэтому давайте делитесь сначала самым главным, как удалось достичь вершины, как удалось оставить всех конкурентов позади, с учетом того, что хороших современных парков Подмосковья действительно сегодня очень много. Мария, да, очень хороший вопрос, правильный. И для нас, конечно, как для парка, и я уверен, для Одинцовского городского округа, эта награда, она является исторической, поскольку говорит о том, что мы старались, мы достигли определенных высот и, безусловно, мы не будем останавливаться на достигнутом, будем двигаться дальше. Все-таки вот на ваш взгляд, в чем была изюминка Лазутинки, в чем были преимущества? В первую очередь, безусловно, это работа команды. Команда Одинцовского городского округа под предводительством Андрея Иванова. И при, безусловно, огромнейшей поддержке Ларисы Евгеньевны Лазутиной мы всей командой стремились к тому, чтобы стать первыми, стать лучшими. И, в общем-то, нам это удалось, на мой взгляд. Было очень тяжело, поскольку парков у нас очень много в Подмосковье. И, безусловно, конкурировать с такими парками, учитывая то, что они разные, у них у всех есть изюминки, как вы сказали ранее, конечно, было конкурировать тяжело. Евгений, что почувствовали вот в тот момент, когда стояли на сцене, когда вам вместе с Татьяной Викторовной Одинцовой, председателем Совета депутатов Одинцовского городского округа, вручали заветную, заслуженную, подчеркиваю, награду? Спасибо, заслуженную. Для нас это очень важно, да. И я думаю, что она заслуженная, поскольку голосовали многие жители Подмосковья. Я уверен, что и Москвы, и ближних городов. Почувствовали гордость за то, что мы смогли. Мы оправдали доверие тех посетителей, которые к нам приходят в парк. И гордость за то, что наши все труды были не напрасны, и мы все-таки забрали эту заветную награду. Расскажи о команде болельщиков, которые вместе с вами отправились на вручение премии. Кто вас поддерживает? Несколько слов об этих людях. Вы знаете, такое ощущение, что нас поддерживает все Подмосковье, Москва и ближайшие города, поскольку, вы знаете, парк посещает очень много участников тех или иных соревнований, олимпиад. Также посетители парка, которым интересно побывать на известной Лазутинке и насладиться инфраструктурой парка. Болельщики – это наши друзья, наши близкие люди, которые двигаются в ногу с нами. Это команда Одинцовского парка культуры, спорта, отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной. Это администрация Одинцовского городского округа. Это те посетители, которым интересно, важно увидеть, как их парк, по-большому это их парк, мы работаем для посетителей, благодаря посетителям, получают этот заветный приз. А мы, кстати, подошли к еще одной достопримечательности парка. Это, конечно же, лесной массив. Правильно? Ну, невозможно с этим не согласиться, поэтому давай окунемся в прохладу. Да, конечно, там очень здорово. Ну вот мы подошли к лесу, входим в наш замечательный лесной массив. Как вообще в дальнейшем планируется развивать вот эту зону? Конечно же, мы стараемся идти семимильными шагами, поскольку для нас развитие парка – это, конечно, первостепенная задача. Сервис, развитие – это два очень важных момента. И над концепцией развития работает, по большому счету, весь городской округ. Курирует работу Андрей Ромич Иванов, вникает в нее, дает советы. Я понимаю, что и Кирилл Александрович оказывает поддержку и принимает участие во всех ваших проектах. Да, безусловно. Поэтому я говорю, Одинцовский городский округ максимально принимает участие в концепции развития нашего парка. Андрей Ромич Иванов, руководитель нашей группы, Кирилл Александрович Завражин, который непосредственно с нами прорабатывает все моменты, связанные с инфраструктурой, с развитием паркового пространства. Поэтому, конечно же, мы все вместе, по большому счету, глобально смотрим на те или иные задачи, которые перед нами ставит не только Одинцовский городской округ и администрация, и правительство Московской области, но мы и слушаем, и слышим посетителей парка. Мы постоянно проводим мониторинг, мы проводим анкетирование, мы встречаемся с жителями, общественные обсуждения. Поэтому, конечно же, мы строим концепцию развития, исходя из пожеланий посетителей парка, ну и, соответственно, учитывая такие мировые тенденции развития парковых пространств. Ну, вы как считаете, есть еще вот в этом плане потенциал у Лазутинки? Есть ли еще возможность дальше расширять, открывать новые спортивные объекты, новые игровые комплексы? Да, безусловно, мы планируем, ну, в частности, у нас концепция развития такая очень серьезная, большая. Ну, допустим, мы хотели бы благоустроить дороже-тропиночную сеть для посетителей, которые приходят в парк, не покататься на велосипеде, лыжероллерах, а просто погулять. Также мы планируем развитие инфраструктуры детской площадки, мы хотим поставить новые игровые элементы. Также, поскольку имеет место быть у нас Панда-парк в парке, то есть это веревочный такой город, мы хотели бы тоже воссоздать небольшую территорию для детей, то есть детский веревочный парк, который планируем разместить рядом с существующей детской игровой площадкой. Летний сезон практически завершен, прошло огромное количество самых разных мероприятий этим летом в Одинцовском парке. В чем ты, как руководитель, гордишься больше всего? И что, на твой взгляд, вызвало особую популярность, особый интерес у посетителей парка? Вот какие проекты прям вот удались? Честно, было очень много проектов, как правильно сказали, и мы решили охватить все возрастные группы для того, чтобы посетителям парка было интересно. Это опять же активное долголетие, да? Да, безусловно. Есть такой проект губернатора долголетия в Подмосковье. И, безусловно, мы не могли обойти стороной эту замечательную программу, поэтому мы внедрили такие направления, как скандинавская ходьба, такие направления, как йога, живопись. Поэтому, конечно же, для этой возрастной категории мы тоже максимально создали все условия для активного отдыха в нашем парке. Помимо, безусловно, наших уважаемых посетителей серебряного возраста, мы не забываем о детях, о молодежи, поэтому каждый день в парке у нас насыщен, наполнен активностями, и каждые выходные и даже в будни у нас проходят очень серьезные масштабные мероприятия. Все практически бесплатно. Вход открыт, доступен каждому. И детские мероприятия, и различные мастер-классы, занятия. Вот уже сказал про скандинавскую ходьбу, мне кажется, это вообще был хит-сезон. Евгений, какие еще проекты вызвали большой отклик у посетителей парка? Вы знаете, очень интересный проект, который был запущен в этом году, нашли отклик у посетителей. Уроки в парках. Это уроки по танцам, по четырем направлениям, такие как рок-н-ролл, брэк-данс. Именитые мастера своего дела, совершенно потрясающие хореографы, танцоры преподают под открытым небом и показывают класс. Абсолютно все категории, умеешь-то танцевать или нет, могут прийти, научиться и по большому счету быть через какое-то время в какой-то степени небольшим профессионалом в этой области. Также были такие популярные направления, как зумба. И, вы знаете, очень большой отклик у посетителей вызвал летний кинотеатр. Мы запустили эту историю в летний период. И, вы знаете, она очень стала популярной. Люди приходили с пледами. Даже несмотря на то, что лето-то было не такое уж и теплое, да, и дождливое, холодное, но популярности не теряло. Абсолютно не теряло. Это форма активности. Да, да. Люди приходили с пледами, с чаем, с термосом. То есть, ну, действительно, они вникли в такую прекрасную среду, как кинофильмы, киноленты. И вот совсем недавно у нас прошла тоже акция «Ночь кино», которую тоже посетили очень много людей, посетителей наших парков. Поэтому, конечно, мы это направление тоже будем развивать дальше. И, скажем так, в следующем году планируем продолжить его. Ну, лето было очень активным, насыщенным, и оркестр на вашей площадке выступал, и знаменитая команда барабанщиков, и дискотеки каждую пятницу. Ну, в общем, перечислить, и зумба перечислять можно долго. Но, тем не менее, год-то у нас продолжается. Евгений, впереди осень, зима. Чем будете радовать, чем будете удивлять посетителей парка? Что уже готовится? Вы знаете, поскольку была насыщенная и зимняя программа мероприятием в парке, и летняя программа, и, безусловно, мы осень не хотим отодвигать на второй план. Допустим, в осенний период у нас совершенно потрясающее мероприятие, ставшее традиционным. Это 48-й арбузный кросс. Кстати, надо сказать, что еще до арбузного кросса остается две недели, но регистрация-то уже завершена. Да, абсолютно правильно говорите. Знаете, в прошлом году регистрация была на 1500 человек. В этом году мы увидели, что действительно набирает ход это мероприятие с каждым годом, поэтому мы сделали регистрацию на 1600 человек. И, тем не менее, буквально за несколько дней все номера оказались уже занятыми? Я думаю, что это потрясающее мероприятие. Это праздник для всей семьи, для спортсменов. И многие, конечно, хотели бы поучаствовать в этом грандиозном мероприятии, поскольку это 48-й арбузный кросс. Конечно же, с радостью приходят не только спортсмены, семьи, которые участвуют в этом кроссе, но и обычные посетители. Они приходят посмотреть на спортсменов, посмотреть на этот драйв, поесть арбуз. Но все-таки ведь тут самое главное не бесплатный арбуз, не вот этот четвертинка ломтика. Все-таки, наверное, все приходят за энергетикой, атмосферой. Конечно, это драйв, это эмоции, это энергетика, атмосфера. Абсолютно правильно вы говорите. И, конечно, подпитаться у молодежи. Вы знаете, есть даже те семьи, которые бегут, идут этот кросс с такими, скажем так, эмоциями, которые просто непередаваемы. Они берут с собой детей вместе. Они даже ребенка несут с собой. И при всем при этом они идут и проходят этот кросс и получают заветный приз, это ягоду, арбуз. Вообще, это праздник для всей семьи. И вы знаете, осень у нас достаточно насыщенная мероприятиями и активностями. Поэтому, дорогие друзья, приходите в парк, следите за новостями в соцсетях, на сайте. Смотрите анонсы, афиши у нас в парке. И мы вас ждем каждый день, утро, день, вечер. Всегда рады вам. Спасибо, Евгений, за интересную беседу. Ждем новых событий. Обо всем, конечно же, расскажем на нашем канале. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на канале ОТВ. До свидания. Продолжение следует...